У Сен-Декзюпери есть такая книга, которая называется «Маленький принц», и там на одной планете король говорит, что есть одна крыса, которую можно обвинить в разных преступлениях, но убивать нельзя, потому что она только одна, и её нужно как бы обвинить, а потом простить, и за она обвинять. Вот мне кажется, да простит её Дмитрий Анатольевич за такие налоги, боже, упаси, ничего не хотел сказать дурного, но Дмитрий Анатольевич вот та самая неубиваемая крыса, потому что образ, я имею в виду, художество, вот, потому что его трогать нельзя. Медведев свой срок выработал, потому что, ну, страна-то живёт, а получается, что этот трамвай встал на остановке, водитель сидит, кондуктор, никогда не продаёт, потому что трамвай никуда не едет. Вот это состояние долго не может продолжаться. Он премьер-министр, значит, под сидеться, должен кто-то из вице-премьера, надежда стать премьером, ну, кто, простой, сказал, Шувалов, вот, поэтому, так сказать, вот, тем более, что ему надо как-то оправдаться за собачек. Если кто помнит моменты вхождения в инаугурационный зал Медведева, вот это его, вот, непонятно, неустойчивая походка, всё меня сшибло. Зачем Путину вот такой человек рядом с собой? Зачем Путину, Димон? Да. Ну, тут всё понятно. Когда там, думаю, всё, красавица, выходит в свет, и обязательно рядом с ней должна быть подруга. А, красивая-некрасивая подружка. Да, и она обязательно должна быть некрасивой. Это понятно, она оттеняет. Владимир Владимирович не очень высокого роста, Димон Анатольевич ещё пониже. Это тоже как бы вот, то есть, он нужен для контраста, что нужен кто-то, кто был бы немножко хуже, смешной, там ещё какие-то, то есть, несерьёзный. На этом фоне, конечно, раньше говорили, что как, вот, смотрите, в Ельцин-то пил, а этот-то не пьёт. А теперь вот этот весёлый, смешной, а этот такой серьёзный. Я думаю, что следующее будет тоже, ну, я не знаю, там, может быть, лопоухий или что-нибудь ещё, премьер. Короче говоря, чтобы он оттенял, Владимир Владимирович. Володин президент завтра. Вот завтра премьер-министр не Навальный, а Володя, а послезавтра вы сказали, да. Что, как изменится страна? Вот я не думаю, что она изменится. Нет, ну, конечно, изменится. Столицу перенесут в Саратов, это понятно. Что такое заменить людей, не изменив систему? Ничего не произойдёт. Произойдёт обрушение, потому что пока они влезут, те хоть как-то подруливают, да, там, на скоростях. А эти вообще ничего не будут делать. Владимир Владимирович Путина сделал всё, но не сделал одного, он не прилетел в космос. Дмитрий Анатольевич должен был полететь на Марс, причём не Луной, а на Март. И если он долетит до Марса, он будет первый землянин, который достиг Марса, весь гост летит по-любому. Вот чем надо заниматься. Кстати говоря, это совершенно реально. Когда один из советников Ельцина, Юрий Батурин, стал космонавтом, он знал, что делает. Он понимал, что это самый лучший выход из политической сферы в космическую. Вот этим и надо заниматься. Тем более, что он миниатюрный, его легко погрузить в космическую ракету. Подписывайтесь на открытый канал. Ещё больше новостей на fnvolga.ru Мы не боимся говорить правду. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова